В этом видео Блин, если честно, мне очень нравится помещение Мы сюда поставим столы Мы собираем стеллажи Потратила лям на офис Или нет? Я в шоке Это мой дитя, понимаете? История о том, как у меня появилось свое помещение И в общем, вот покажу вам, как я работаю Imagine видео Постанализирую склад Круто, давай Надеюсь, что фокус все еще на меня, а не на Шреке Это какая-то просто чела-почита-ножка Запомните этого героя И досмотрите видос до конца, это важно Нам нужен такой принт Короче, здравствуйте, дорогие друзья Сегодня я расскажу вам о том, что эти блогеры совсем зажались Теперь я не только блогер, но еще и работник склада Это, кстати, не шутка была Я реально полгода Можно сказать, работаю на складе И занимаюсь упаковкой одежды и всяким таким складским У меня появился свой бренд одежды Вполне себе, кстати, сейчас это было не иронично Да, он называется бездна Это, конечно, хайп Ага, хайп снимать видео в запачканной едой футболке Или это косметика я хз? Ну, реально, всем нравится, особенно мне Как все началось? Помещение, кстати, я арендовала еще в марте Едем сейчас на склад смотреть В этом видео я бы не хотела рассказывать много про свой бренд Потому что на него уже есть отдельный видос Можете вы, кстати, посмотреть Ну и, естественно, по ссылочкам в описании будут сайты, группы, телеграммы Все на свете А здесь хочу рассказать именно про наш офис, про наш склад и про всю изнанку Мы приехали в офис Сейчас будем договариваться на тему аренду склада Ну и пока никто не отвечает Кофе Блин, надеюсь, что сам по себе склад будет классный Хочется в это верить Я понимаю, что если мы арендуем, то мы арендуем в эти две комнаты Да, на три А, три комнаты? Вот это тоже Слушай, ну тут соль, конечно, тут можно не только цех сделать Тут еще можно жилище организовать Кондей работает, я рада Блин, я сейчас, мне очень нравится помещение Оно реально огромное Можно лучше всего делать, не переделывать И мне нравится, что здесь две отдельные комнаты Обычно на складах экономят Но я хотела, чтобы сотрудники, которые будут со мной работать Любили свое рабочее пространство и кайфовали так же, как я Поэтому я нашла офис с огромными окнами Кондиционером, обогревателем, выводом под собственную сантехнику и все такое А тут я спросила у владелицы, не против ли аналютого кастома на стенах и так далее То есть вам все равно, да, что здесь будет? Вы не встречает Вы не встречает Отлично Мои сотрудники должны находиться в самом вайбовом, комфортном месте из всех возможных Поэтому, да, я подумала и решила, что моему складу нужен кастоп Чтобы людям там было супер Через пару календарных дней В итоге мы арендовали две комнаты и теперь едем закупаться в магазины Сегодня с Каролиной мы поедем в магазин, чтобы купить всякие штуки для кастома склада И завтра мы едем к кастома склада Хочу, чтобы сотрудники, которые у нас были, они понимали вайбс Для меня это очень важно Вот мы сейчас поедем, накупим кучу всякой фигни Смотри, тележки прям оранжевые, как ты любишь Да, я люблю Это странно, тележки, ну ладно Садись сюда Это поймут только прям супер-мега-знатоки культуры Даже если вы просто культурный человек, вы не поймете Но если вы знаток культуры, то вы точно поймете, что это происходит Собственно так, мы накупили кучу всего типа краски кистей, скотча подстилок и т.д А на след день двинули на склад На следующий день День выдавался очень насыщенным, поэтому сначала мы ехали на съемку И уже только потом работать на склад Почта Вот бы денжи Блин, да Так, косплееры денжи, пожалуйста, косплееры денжи, очень нуждаемся в вас Да, очень нам, вы нам очень нужны Вот, у нас тоже есть две почты В общем, мы сделали фотки и пошли делать кастом Так, возьмем 6 сантиметров Мы сюда поставим столы Мы вот здесь вот, короче, протяем небольшую штангу И на нее повесим шоу Когда я приобрела помещение, для меня было очень важно наполнить его своим вайбом Вайбом бренда, да Я понимаю, что склад это вообще не та вещь, где обычно хоть кто-то запаривается Ибо в целом все склады, на которых я была, которые так или иначе я посещала Ну, это обычно просто какое-то рандомное помещение Где из классных, комфортных условий разве что два стула И, в общем-то, ну, может быть, какого-нибудь там, не знаю, кофе три в одном Ничего против кофе три в одном не имею Буквально я сейчас сама пью-пью, смотрите, кофе растворимый Но мне хотелось, чтобы меня сотрудники чувствовали себя вообще как дома И никуда от меня не хотели уйти Поэтому мы решили закастомить все максимально Чтобы ты зашел и было уютно, было просторно, было красиво Чтобы рабочее место было максимально классным Какой был план? Покрасить стены Купить мебель для хранения Купить рабочие столы Купить компы Притащить декор Привезти и заказать штуки для кухни Купить диван День первый, стены Задача нарисовать бездну и пламя огня на стенах, чтобы было красиво Для этого я взяла проектор Потому что у меня уже был подобный опыт рисования в моем другом видео Тогда я правда делала себе кастом собственной стены И да, это я рисую пиро орхидеи Но это уже совсем другая история Поэтому подумала, решила, что зачем выдумывать что-то новое Если можно воспользоваться этой же техникой у себя на складе Какая у нас проблема там? У нас проблема в том, что у нас штатив дебильный Вот так вот его станет Че не штатив, а вот тут крей А рабочая крень, которую я купила У нее, короче, дырка для штатива находится слева И за счет этого ужасно косит картинка А нам нужен идеальный шаблон Ну, ничего не поделать Несмотря на то, что весь штатив кривой И невозможно было поставить проектор ровно Ну, я рисовала по наитию Тебя держать надо? Не, не надо! Не держи меня! Короче, произошла очень тупая ситуация Из-за того, что мы реально не надо могли установить штатив ровно Поверьте, это сделать было сильно сложнее, чем казалось на первый взгляд В итоге приходится сейчас рисовать вручную И проблема не в том, что нарисовать это тяжело Нарисовать легко, это нужно рисовать на стене Ну что, попробуем, поедем Лиза купила 25 перчаток, так же Лиза Сейчас, я удаюсь, подожди Худо-бедно мы справились с этой разлиновкой Я рисовала бездну А девчонки с другой стороны рисовали языки пламени Настоящее огнище Одно дело, когда ты все-таки рисуешь, там, не знаю, в тетрадке или в фотошопе Это одно, но на стене огромный украинский Будет рисовать симметрично, но чтобы выглядел не как утрен в детском саду Это не так легко О, нет, у нас новая проблема У нас очень плохой красный цвет, который похож на розовый Реально? Да Скажите, а если только розовый добавить оранжевый Он должен быть более красным и желтый Если добавить, то он будет более оранжевый Спасибо художественной школе, ура! Спустя часов семь У нас уже мылятся глаза, потому что там стена Тут товарищ Еще раз делал шашку Короче, что-то мы, наверное, свои силы недооценили Потому что думали, что в один день справимся Но что-то как-то нифига Ладно, посмотрим Еще, как говорится, не вечер Ладно, уже вечер Что ж, первый день закончен Честно говоря, у нас такое получившееся творчество Первый этап Надеюсь, что когда все это закончено, будет славно Потому что в голове это выглядит славно Я не знала, как на кадре Вот честно, просто бишь Мы настолько встали, что даже у меня ноги трясутся Реально понимаю Ты еще стояла на этой штуке, на стремянке все это время Я, я, да На следующий день Еще день спустя В общем, эпопея со всем этим продолжается Сегодня мы будем делать стеллажи, собирать мебель Мы собираем стеллажи Могли ли это делать кто-то, кем мы не являемся? Да Вот почему поехала Все как обычно Смотрите, Лиса, она сама собирает свой склад Короче, ребята, я пришла со склада И я просто пипец, как устала сегодня Сейчас, конечно, лето, поэтому за окном всегда светло Но, тем не менее, единственная моя радость на сегодня Это то, что мне новая косметика пришла Я подумала и решила, почему бы не сделать распаковку Значит, смотрите, я заказала себе огромное количество корейской косметики Бренд называется Селимакс Сейчас я вам немножко расскажу о нем, но сначала все вытащу Короче, прикол этого бренда в том, что он очень хорошо влияет на эпидермальный барьер кожи Он буквально его восстанавливает И за счет этого кожа меньше портится Кожа классно работает Выполняйте свои функции Очищай очищительную, очистительную и защитную И просто невероятно круто Все мои знакомые из Кореи сейчас очень сильно хвалят эту косметику Поэтому я безумно рада, что она теперь есть на золотом яблоке Мне очень понравился их слоган Он звучит примерно так Косметика не творит чудеса И мы не обещаем идеальную кожу Но можем гарантировать, что она станет лучше По-моему, это, честно, ну просто потрясающе Потому что тебе не говорят о том, что это волчебная таблетка Вот возьми, используй и все И будет у тебя кожа, как у пятилетнего Нет? Кожа просто станет лучше В принципе, от косметики именно этого я и жду Ладно, пойдемте протестируем Как раз этому лицу требуется умывание и стать чуть лучше Приступаем к тестированию Наверное, вы сразу заметили, что коробочки у Серимакс довольно минималистичные Но, как говорится, важно не внешнее оформление, а состав Состав формул указан как на коробочках, так и на сайте Начинаю с умывания По ощущениям очень славно Оно не сильно пенится, но мне, в принципе, нравится Короче, приятная пенка Использую крем Крем называется Селимакс Риал Нони Энерджи Репейр Крем Смотрите, как он круто выглядит Ооо, он светло-зеленый Прикольно Сейчас по ничем пахнет, но не понимаю Очень вкусно Этот крем подходит для борьбы с акне и для параллельной кожи, кстати, в том числе Теперь воспользуемся кремом для зоны вокруг глаз Ооо, смотрите, как классно Называется он, если что, Селимакс Риал Нони Энерджи Репейр Крем По запаху очень похоже на крем По текстуре очень мягкие Тоже вот есть такое ощущение, что она не слая Но сразу подстроилась под мою кожу И мне нравится то, что нет никакой вообще липкости Если что, ссылочки оставляем вам в описании Пока постепенно приезжала мебель и приходили доставки Я решила поработать настоящим кладовщиком в течение пары дней Чтобы лучше погрузиться в то, как это должно быть Сегодня мы будем чувствовать себя работниками склада А вот думали, тут шутки шутить Люди вообще-то все серьезные собрались Благо, что у нас оказалось, что у подруги моей подруги Ее подруги есть тоже свой бренд одежды У нее свой магазин на Вайлберис И она любезно предоставила нам целый рабочий день Чтобы мы могли прийти и отработать на складе Как полноценные складовщики Посмотрите, пафос и мех Вот примерно так выглядит склад И примерно сейчас мы будем заниматься тем, что мы будем брать вещи И лично их запаковывать, чтобы научиться это делать Сначала, как правильно Лера сказала, сначала нужно будет отрезать нитки Проверить все на брак, нет ли пятен, дырок каких-нибудь В общем, что это вещи пригодны для продажи То есть мы сейчас будем еще отсматривать Сами Здесь как раз-таки делаются маркировки Блин, все выглядит достаточно хайпово Ну и как будто бы пока понятно Дают тебе свой набор складовщиков Отлично Одну штуку на одной этике Поняла Это не важно, да, как ее располагать Главное, чтобы она просто ровненько была Да И чтобы размер Размер с размером Пясните, пожалуйста, как отсматривать на брак На что должна обращать внимание Смотри, сначала бери джокеры, потому что их быстрее отсмотреть Так, вот я взяла Вот, короче, я тебе написала Спасибо большое Сначала осматриваешь визуально Чтобы не было никаких пятен, видимых дырок Каких-нибудь видимых затяжек Ага, полностью выворачиваю Если видишь какие-то маленькие ниточки Которые, как такая маленькая борода Ты не трогаешь Я поняла, короче, что за нитки надо убирать Надо убирать те, которые после швейной машинки Просто очень длинно обрезали Даже не столько брак Это просто, ну, типа Они не обрезали на производстве Эстетическая история Да, да, да Так, у меня здесь вообще все челово Все, вот это вот готовая вещь Это реально было очень-очень круто Потому что мы смогли поехать И полностью понять, как это вообще выглядит И к чему мы должны прийти Какие моменты мы должны учесть Чтобы нашим сотрудникам было классно И чтобы мы сами могли реально понимать Что вообще, ну, может произойти Прикиньте, мы только что запечатали целую коробку Вот Мы Три? Да Три А потом у меня случился проект для съемок рекламы Во Франции и пришлось улететь на пару недель На самом деле у меня была достаточно резкая поездка По рабочим блогерским вопросам в Париж Мы классно потусили Но склад тем временем заполнялся Приходили доставки Ребята встречали все это добро Вы не задумывались, как мухи издают такой звук? Все дело в языке, который спрятан под ее носом При помощи которого она имитирует звук вертолета Чтобы быть круче Когда я уже вернулась, меня ждала примерно следующая картина Сейчас будем с вами все смотреть, что там у нас происходит С момента, как я улетела, прошло две недели И на складе уже многое поменялось Уже стоят готовые стеллажи Идет отсмотр части вещей на предмет брака И даже у нас уже есть рабочий кабинет со столом, компьютером Ну, как-то так на сей момент Сейчас рум-тур вам покажу Здесь, я так понимаю, у нас лежит брак, да? Тут уже лежат худаки, которые отсмотрели Которые в нормальном состоянии Сегодня все, мы это будем компоновать И здесь висят модели, которые я отобрала Не помню, что с ними так, что с ними не так Но, по-моему, это то, что у нас не идет в продажу Потому что вот эту футболку мы полностью вывели Мне не понравилось, как она выглядит Я ее полностью сняла Потом, эта футболка мне тоже не понравилась Мы ее полностью сняли И эта футболка мне тоже не понравилась Мы тоже полностью ее сняли По кафке выйдет И получается ей же грязь, но мы ее доработали Пока получается такой импровизированный столик На котором вот уже как машина, капсулы Лола Ро, холодильник из моего бьюти-бокса Вот где стоит липсен Между прочим, охлаждать хорошо. Здесь у нас рабочая зона. Я ее вам не снимаю, мы тоже потом все это сделаем. По красоте уберем все эти провода. Пока что ориентировочно это так. Компьюктер, смотрите, какой пафосный. Внезапно. Это тестовая версия 3D без нюка. Мы будем делать в дальнейшем фигурки, но вот сейчас мы испытывали макетик. И вот так вот он получился. Потом у нас здесь висят мои фонари. У меня когда-то был фото с Нингуаном. Мы специально покупали китайские фонари. Сейчас их надо будет тоже куда-то привесить, потому что они охренеть как круто выглядят, на самом деле. Будни, кстати, да, картина. А это очередной какой-то приезд на склад. В этот день моя задача была отсмотреть вещи на предмет брака, проверить, что нам вообще пришло и начать делать первую запаковку. Подсматриваем на качество сейчас. И здесь у нас получается тоже нормальная очередная эмка. Слушай, ну я пока все, что беру, у меня ни одного косяка нет. Мне кажется, весь косяк мне дамы всегда специально отправляли, чтобы я дома у себя погорела. Просто когда я все это отсняла, потом замечаю дефекты и горюю. У тебя как тут чему? Или мне уйти, у тебя супергорение? Да, лучше пока со мной не общаться. Это называют супердовые будни. Возникла проблема с распечаткой этикеток. Сейчас застряли специально обученный человек. Хорошо, да, то есть посмотреть туториал на ютубе? Нет. Вызвать специально обученного человека от другого бренда? Да. А что? Могу себе посмотреть. Ладно. Сейчас, значит, смотрим, что у нас сёгун, а что не сёгун. Да, разделяем сёгун на сёгун и сёгун не сёгун. Ага, хорошо, сёгун. Правитель Японии. Ну да, сёгун. Сёгунат. Да, ещё один тайм был сёгун. А потом начался мега важный диванный разговор. Мне абсолютно не было купить любой диван сюда. Ну да, я видела от 20 и больше. А я купила на Авито за 5 тысяч диванов. Хорошо. Хорошо, я сейчас зайду на Авито. Допустим, возникнет момент, когда тут нужно будет ночевать. Да, я просто тоже думаю, что он действительно возникнет. Тут придётся ночевать с учётом вот того вот всего. Блин, ну это вообще на самом деле хорошая фотозона ещё. Тогда футон надо брать. Футон это что? Дашь. Я в шоке. Понимаешь, я разбираюсь в физкулизации. И я не знаю, что это такое не нужно. У меня, когда я переехала в квартиру, весь год была фиксация на футоне. Фиксация на футоне. Фиксация на футоне. Я просто футон. И пойдёмте всё это клеить. Сейчас будем делать этикетки. Ого, она тяжёлая, это просто лепесос. Тащим, тащим, тащим. Сейчас задача будет брать вот эти вот штуки. Это ценники, которые мы сейчас будем оформлять. Работа продолжается. Так прошли мои примерно две недели. Каждый день. А теперь переносимся в июль. Сегодня у нас первый день продаж. Я приехала в магазин. Так, мы теперь носим тапки, да, я как понимаю? Да, безусловно соблюдаем, пожалуйста. Хорошо, да, я надену тапки, так что вы идите. Ничего не говорите. Блин, ну кладет прямо это максимально для склада. Да. Для фэшн-склада. Да. Какой хороший диван, слушайте. Я вам довольна. Он прям большой, красивый. Сейчас, так понимаю, мы еще раз отсматриваем вещи. Потом мы эти вещи, вот когда уже будем пласть пакеты, еще раз отсматриваем. То есть, получается, три стадии проверки. Да, первое, смотри, мы смотрим принты, что нам пришло, отправить куда обратно или не обратно. Да. Потом мы смотрим все опасные штуки, типа швов, вот этих штук, короче, минимально обрезаем нитки. И потом будет третье, когда мы будем перед упаковкой уже готовить шмотку. Поняла. И вот смотрим еще, типа, разок, чтобы прям вот все хорошо было, да. Сейчас будет задача ваших заказов, которые уже сделаны. Решить на них пирочки и собрать вот в те вот сумочки. Клеим ценники. Так, отлично, микроволновка пришла. Тут микроволновка и чайник должно быть. Забирайте, пожалуйста, все для вас, все для вас. Ну да, вообще идеальный впритык по размеру. Но, ну и понятно, он уже подшивался специально про это. Кстати, да, эти штуки мы тоже отдельно специально шили, то есть это не где-то что-то покупное. Все делалось специально для вас, чтобы вы получали свою одежду вот в таких вот классных хайповых сумочках. Так прошел весь наш рабочий день. Сейчас мы получили вот такие вот штуки. Тень от бездны, я потом вам расскажу, что это такое. Для этого нужно будет писаться на паблик, поэтому здесь не буду рассказывать. И вот такие вот рекомендации по уходу, которые очень важно прочитать, прежде чем впервые надеть эту одежду. Это прям реально мега важно. Тут уже закат. Я осталась одна, потому что рабочий день закончил, Ну да. Мне кажется, это вполне нормально. Когда что-то твое, и ты сидишь и дорабатываешь, чтобы все было идеально, даже вне рабочую смену. Ну, правда, единственное, что мне немного потрясываются руки, но это потому, что я очень делала много ручной работы в течение дня, а так все классно. Это как будто бы очень достаточно очевидный факт, но нет ни одного человека, который был бы заинтересован больше во всей этой истории, чем я. Поэтому мы сидим, работаем. Не знаю, сколько просижу тут, но если понадобится сидеть всю ночь, будет сидеть в ночь. Все-таки диван у нас раскладушка. Я с большим удовольствием занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Мне правда это нравится делать. Я реально была к этому готова. И для меня мой брат, это как ребенок. К нему я подошла очень осознанно. Не было никаких спонтанных решений из Сирии. О, я хочу открыть какой-то бизнес, я такая богатая, поэтому мне хочет развлекаться. Да нифига. Абсолютно нет. Это было очень-очень осознанное решение, осознанная зона ответственности и понимания, ну, всего. Кто будет довольный, будут недовольный, будет очень много запросов, очень много претензий от тех, кто смог купить, кто не смог купить, от доставки, короче, от просто от всего. Ну, посмотрите мой блог, я думаю, вы там увидите больше, с кем трудностями пришла столкнуться. Но я к этому была готова. Поэтому мне норм. И типа реально, как я сказала, если надо выписаться ничего, это вот тут начало течет. Поживу здесь. В чем проблема? Вот это, это мой дитя, понимаете? Вот это вот мой безнюк. А здесь я запаковываю, видите, своими руками маленьких вам безнюков. Еще момент, о котором я сейчас подумала. Сто процентов это видео смотрят мои друзья, и сто процентов они сейчас негодуют, и думают, а какой хрен это нам не позвонил, не написал, можете с удовольствием помогли. Да, я это понимаю. Я знаю, что вы бы с удовольствием мне помогли, и вы, и тот же Давид, да вообще абсолютно кто угодно, кому бы я не написала. Но прикол в том, что я хочу пройти через это все сама. Потому что для меня это важно. Вот, у меня есть мои сотрудники, у меня есть подруга, которая вместе со мной работает. Да, и в рамках работы я хочу все это сейчас наладить. Поэтому налаживаем. А дальше уже, если понадобится помощь от корешей, конечно, попросим курышков. Но пока все самостоятельно. А здесь лежат вещи, которые вот сегодня-завтра должен забрать в курьер, то есть чьи-то заказы за день. Они уже полностью упакованы, скомпонованы. С чистой совестью этот день закончился. Еду домой. А это уже во время суперпотока продаж. Нам определенно мало было того помещения, поэтому пришлось брать еще одно. Ну, приходится брать еще одно. Мы пришли сейчас смотреть. Ходят, не подходят. А, на самом деле, это видео снимается очень долго. Вот реально сейчас уже август. Ну, практически август. А может быть уже август. Я не знаю. Хоть сегодня число общее. Боже. А, сейчас 27 июль. Ну, считайте, август. И за все это время мы уже успели выпуститься. У нас уже были первые заказы. Ну, как первые. У нас уже половина вещей скупили, большую их часть. Что-то пока еще осталось вот в той первой партии. Но в целом у нас уже готовится полностью новая партия, где уже будут жакеты, где будут зипки, где будут рубашки. Там прям будет очень много всего. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой паблик ВК, на Телеграм-канал, чтобы ничего не пропускать. Я не хочу на Ютубе делать отдельный анонс каждого вообще там предмета, который у меня выходит. Поэтому подпишитесь. И, в общем, с момента, когда все это создавалось, я поняла, что реально бренд идет сильно лучше, чем я думала, что он будет идти. За что вам в миллион раз хочу сказать большое спасибо. И я решила, что мне нужно свое производство. Поэтому, блин, прикол, мы взяли еще одно помещение и заказали технику. И вот совсем-совсем на днях, там 3-4 числа, к нам уже приезжает наша собственная техника. Мы будем уже сами делать вышивки, мы будем сами делать принты. Оборудование покупаем свое. Пока сижу, монтирую видео, я вспомнила такой достаточно очень важный момент из-за того, что мы сейчас будем открывать буквально свой личный цех. Мне нужны будут конструкторы, швей, нужны еще дизайнеры, нужны технологи. Короче, ребятки, обязательно подписывайтесь на мои паблики, которые относятся к бренду, потому что именно там я буду искать себе новых сотрудников. То есть все, кто у нас сейчас уже работает в команде, числа моих зрителей или друзей моих друзей, или знакомых моих друзей. То есть у нас все свои, а васяр у нас абсолютно вот такая вот, поэтому если кто-то в теории может захотеть работать со мной, то подписывайтесь на мои паблики и ждите обновлений, когда мы будем искать новых специалистов. Потому что сейчас у нас все выглядит вот так, и нам просто не хватает места на размещение, несмотря на то, что здесь еще даже не все позиции собраны. Вот, что-то лежит, что-то просто вот так вот утрамбовано, но вещей очень много. Мы реально сидим и целыми днями все это доброупаковано, и нам просто мало места, этому нет ни конца и края. Вот, какие-то вот такие пакетики пластиковые мы уже успели сделать, какие-то нам еще предстоит, но в общем здесь все уже собрано и ждет своих покупателей. Я решила, что хочется заказать большой компьютерный стул, значит, я врывок сеть за компьютерными столами. Результат, сейчас мы будем пробовать его собрать. Удачно! Берем эту штуку, и на нее нам нужно найти ногу. Она такая круглая, большая. Музыка. Переворачиваем его, али, оп. Все, и теперь нужно нафигарить вот эту вот спинку. Подснимешь, думали они? А нам тут еще закреплять? Нет, я думала, она просто так легко сделается бабам и все. Шурупы. Знаете, это кресло тяжелое. Настолько, насколько тяжелое, это пипец. Явно это должно быть не так. Нет, это тоже не справится. Нужно один держать, второй садит. Кстати, удобно. Крутится? Ездит? Нормально. А вдруг выстрелит в мокру? Сегодня нам пришли еще столы, потому что то, что у нас имеется, вот это вот все, нам этого уже просто перестало хватать. Еще заказала вот такие вот коробочки для склада, чтобы туда классные штуки складывать. И еще один стол. Пакуем коробки. Туториал. Что ж, процесс сборки пошел. Представляю вам мою первую собранную коробку. А вы чем можете похвастаться? На стол. Пока я собрала коробку, вы сделали что? На стол. Хорошо, так и работаем. Я тут просто, знаете, работаю не на полустатки, я работаю один за всех. СММщик? Коробка. Никто не поймет, что это было. Ну что, а сколько столов вы забрали с момента, как я собрала все коробки? Нет, я его кверху поднял. Да, ну вот. Ты, наверное, не понимаешь, что это. Абсолютно. Надо было смотреть вентам дальше. Это была абсолютно потрясающая серия про бомжей из коробок, потому что в Японии бомжи живут в коробках. И где-то мы троллили эту серию и даже сделали специальную песню. А еще, короче, в японском бок обозначает камень, и, типа, картон тоже обозначает камень, ну, в принципе, бумага. Но один тут игра слов, типа, бок коробок или коробка. Это бок, ну, короче. Все. Сколько столов вы собрали? Я знаю, они все еще много столов собрали. Понятно. Ну, прекрасно. Ой. Продолжаем собирать вещи. Кресло. Стол готов. Это прекрасно. Я потрогала, чтобы проверить, развалится он или нет. Так. Да, смотри, давай. Жги. Сейчас буду делиться с вами своими мыслями. Знаете, о чем я думала? Вот просто... Да, да. А потом меня к себе пригласила Таня. И после этого тяжелого рабочего дня я поехала к ней. В общем, просто для собраний стульев и всякой дичи сегодняшней я прихожу к Татьяне. Вот шикарная женщина встречает. Вот всем рекомендую, чтобы вас встречали шикарные женщины. И шикарные мужчины. Ну, менее шикарные, конечно, но мужчина. Но вот это вот абсолютно мега-краш. Тут вот, да, вот уважаема. Божественно. Это я. Просто вот это я после всего того, что происходит. Ладно, я даже подсниму эти красивые видео. Хорошо. Ну, я, конечно, в восторге. Вся красота. Мама! А почему они не черные? Я слышала, что Юлия Высоцкая говорит, что чем чернее, тем вкуснее. Ну, сейчас немножко, в 5 минутах, и все будет поедать. Хорошо. Таня, что там? Я хочу поздравить тебя с твоим созданием, с твоим дитя. Здесь небольшой кусочек бездны. Блин! Можно? Нужно. Еще и фонт оранжевый. Боже! Что вы творите, женщина? Мы сейчас будем задувать сетку. Давайте. Я не могу, я умираю. На меня наехали, что у меня грязный телефон. Так, подождите. Даже ложечка, вот, чистая. Это не иронично. Таня, ты что? Я в восторге. Нет, такого у меня еще не было. Но это еще не все. Боже! Что происходит? Какая красота. Я даже не знаю, какой мне нравится больше. Ты не готова была к этому? Нет. Я была к этому вообще не готова. Специально медленно распаковываю, как ты понимаешь. Как думаешь, что там? Можно в астетике. Безнюк? Безнюк! Блин! Ура! Они вообще суперские! Они разные? Да, они с разными вкусами. Все мы будем есть от Безнюка! Малыш! Безденыш! Да, создавайте вашу собственную магию. Офигеть, они реально суперэстетичные. Балдеж. Все, загадки желания. Я очень верю в твой бренд и верю, что он станет как раз как ты и хотела, чтобы не думали, что это такое Луи Виттон, Гуччи, Прада. Все знали, Бездна это и есть Бездна. Офа задувается? Yes. Загадывай желание. Загадала. Давай. Ура! Все, сбудется. Хайпи! 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 Еще раз. Мы будем пробовать Бездну! Так, какую хочешь? Или неиронично? Давай начнем с неиронично. Ладно. У нас все будут черные языки, я чувствую. Нет, не буду. Да. Пробуем? Конечно. Это очень похоже на что это? Помбир? Нет, по-моему, это черненький лимон. Ммм! Мяу! 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 Он похож на фуспа лимон враса. Мяу! Я спрашивала, у тебя будешь ли ты как-то отмечать вообще запуск своего бренда? Это же так важно, что ты создаешь то, что тебе так дорого и так важно. Я такая, нет, я буду на складе все это время, всегда. Я переехала на склад, Тань. Ладно, хорошо. Я поэтому тебе писала, а можно я на склад приеду? Аааа! А я не понимаю, что тебе на склад надо? Там же буквально, ну, просто все работают. Я хотела приехать с тортиками. Точно, рабочий процесс, пожалуй, по одному месту. Люди бы все пошли тортик есть, фоткать, снимать. Ну да, я еще хотя, знаешь, такой большой тортик на всю команду. Ааа! Я просто не знаю, сколько человек у тебя работает. Угу. Спусочек торта поможет. Ничего удивительного. Но я думаю, что нужно такой мини-корпоратив еще устроить. Придется. Да. После этого видео явно придется устроить корпоратив. Что ж, такое видео у меня получилось. Вот так вот у нас все устроено. Конечно, мы до сих пор еще находимся в моменте, когда мы осваиваемся, когда начинается все только это. Поэтому обязательно подписывайтесь на паблики моего бренда, если вам интересны новости именно его. Потому что на моем YouTube-канале я в ближайшее время не планирую, ну, именно в ближайшее время не планирую больше об этом ничего рассказывать. Поэтому кому надо, тот подписывайся. А кому не надо, ну, спасибо за просмотр. И смотрите следующее видео. Пока!